Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов LikeFilmDB. Представляем вашему вниманию список фильмов, похожих на «Затащи меня в ад». Для быстрой навигации по списку фильмов используйте ссылки в описании. Женщина в черном, 2012 год. На дворе конец 19 века, но хотя люди пользуются автомобилями, железными дорогами и телеграфом, человек по-прежнему бессилен перед проявлениями сверхъестественного. Молодой лондонский юрист Артур Кипс вынужден оставить своего 4-летнего сына и отправиться в командировку в уединенную северную деревушку, чтобы составить реестр документов, оставшихся от скончавшегося хозяина поместья Илл Марш. Добравшись до места и пообщавшись с негостеприимными местными жителями, он начинает понимать, что над девушкой нависла тень мрачной тайны. Когда же рядом со старым кладбищем ему на глаза попадается загадочная женщина, одетая в черное, это малозначительное происшествие знаменует начало череды леденящих кровь смертей в семьях обитателей деревни. Астрал 2010 года. Джош и Рене переезжают со своими детьми в новый дом, но не успевают толком распаковать вещи, как начинаются странные события. Необъяснимо перемещаются предметы, в детской звучат странные звуки. Но в настоящий ужас приходят родители, когда их 10-летний сын Далтон впадает в кому. Все усилия врачей в больнице помочь мальчику безуспешны. Несколько месяцев спустя его возвращают домой, где за несчастным ребенком ухаживает мать и сиделка. Но загадочные явления в доме продолжаются. Отчаявшиеся родители готовы обратиться за помощью кому угодно, и вскоре выясняется, что Далтон в бессознательном состоянии связан с паранормальным миром. Дьявол 2010 года. Несколько людей, оказавшиеся в застрявшем лифте, со временем понимают, что среди них присутствует сам дьявол. Шесть демонов Эмили Роуз 2005 года. Фильм основан на реальных событиях. В 1976 году сеанс изгнания дьявола из молодой девушки закончился ее смертью. Священнику-экзорцисту, проводившему обряд, было предъявлено обвинение в убийстве, хотя процесс был официально инициирован католической церковью. В поиске справедливости священник изучает историю появления на земле демона, погубившего девушку, и пытается доказать в суде факт существования потусторонних сил и их способность вмешиваться в жизнь людей. Константин. Повелитель тьмы. 2005 год. Джону Константину удалось не только побывать в аду, но и вернуться обратно. Родившись с неугодным самому себе талантом, полностью распознавать помесь ангелов и демонов, которые бродят по земле в облике людей, Константин под давлением обстоятельств пытается совершить самоубийство, лишь бы избавиться от мучительных видений. Но неудачно. Воскрешенный против собственной воли, он снова оказывается в мире живых. Теперь, отмеченный печатью суицида и получивший временное право на жизнь, он патрулирует границу, разделяющую рай и ад, тщетно надеясь на обретение спасения путем сражения с земными ставленниками зла. 25-летняя Кэролайн Эллис устраивается работать сиделкой к пожилому инвалиду Бену Деверо, владельцу огромного осомняка неподалеку от Луизианы. Его жена Вайлетт вручает девушке универсальный ключ от всех дверей в доме. Однажды Кэролайн обнаруживает секретную комнату, расположенную на чердаке с массой мистических предметов. Хозяйка утверждает, что вещи принадлежат бывшим владельцам, которые занимались черной магией. Вскоре Кэролайн становится свидетельницей довольно странных и необъяснимых событий и решает во что бы то ли ни стало разгадать секрет таинственной комнаты. Изгоняющая дьявола 1973 года В семью известной актрисы приходит беда. Ее несовершеннолетняя дочь начинает вести себя неадекватным образом. Мать полагает, что это следствие ее личной трагедии. Врачи подозревают психическое заболевание и не в силах поставить диагноз. Специально приглашенный священник подозревает, что девочка одержима дьяволом. Пишите в комментариях, какие фильмы по вашему мнению стоит добавить и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!